Если внести речь о том, что эти дела были якобы спящие, то можно провести очень яркие примеры. А именно, наши действия после того, как в Великобритании сняли запрет на 23 миллиона Храчевского, я назначил служебное расследование. Возболил уголовное дело, которое касалось, каким образом были сняты и почему были сняты эти деньги, арестованные Великобританией. Больше того, практически за 10-12 дней до написания моего заявления об уходе судом 2 февраля 2016 года были арестованы активы Зачевского, его личные сбережения, имущество, машины и так далее. В ходе следствий, которые мы проводили до этого, были наложены аресты также на скважины, на иные материальные блага Зачевского. То, что пытаются преподнести как спящим, на самом деле это неправда. Я прекрасно понимаю, что США располагают, наверное, одной из самых сильных разведок в мире. И, естественно, за процессом расследования муризмы очень внимательно смотрели не только легальным путем, но и нелегальным путем. Видимо, господину Байдену доложили, что мы подходим к тому моменту, что начнутся допросы его сына и остальных листов Арчера, ну и других листов, которые причастны к этой ситуации по делу куризма. И они понимали, прекрасно понимали, что это может закончиться довольно для них плачевно. Я никого не обвиняю, повторяю, потому что у нас есть презумпция невиновности в Украине, но я практически уверен, что Байден прекрасно понимал, что я намеков о прекращении дела муризмы не воспринял. Я шел дальше, я и мои коллеги, и мы дойдем до логического завершения этой ситуации. Понимая это, Байден помогал всем усилиям, кулуарно, используя своих, так сказать, людей, в том числе и некоторых нардепов, в том числе Овещенко, Адаема, другие были люди, а также активистов, показываемых. Вот через них он и действовал, чтобы ни в коем случае не показать свою заинтересованность в деле куризма, личную заинтересованность. Я всегда четко отделяю господина Байдена от всей Америки, от американского народа, потому что в данном случае Байден представлял интересы своей личной и своей семьи, а не интересы американского народа. Вот такая причина, на мой взгляд. Хочу уточнить, что в отношении Хантера Байдена уголовное дело не было возбуждено. Дело было возбуждено в отношении и по фактам нарушения закона фирмы Буризма. Естественно, мы интересовались, каким образом фирма Буризма нарушила закон и кто к этому причастен. Вот в этом и ситуация. Когда мы начали активно продвигаться к этой цели, чтобы разобраться, все же, кто виноват в нарушении и в каком объеме виноват в нарушении фирмы Буризма законов Украины, мы постепенно начали приходить к мысли, что, возможно, к этому причастны и директора фирмы Буризма, которые пришли в мае 2014 года, в мае-июне. Это Аркшер, это Галтер Байден и другие. Джо Байден, я думаю, обоснованно, обоснованно опасался, что были нарушения со стороны его сына. Партизан de Джо Байден ont indiqué qu'il н'avait pas été le seul à demander votre départ, но и другие институты, как ФМИ или Украина. Что leur répondите? Во-первых, я не помню ни одного случая, чтобы Байден формально выразился в отношении меня, когда я был генеральным прокурором, о том, что меня надо снять. Я считаю, и имею в виду все основания сказать, что это все выдумка. Потому что я просил, приведите мне хоть один пример моей коррупции. Один, любой, который бы я совершил. Никто этого по сей день не сделал, в том числе и Байден. Я не политик, и я не преследовал какие-либо политические цели. Никогда, ни в одном расследовании, в том числе и в расследовании буризма. Я очень часто встречался с послом поэтам. Очень часто встречался с послами разных стран. И никто никогда мне не сказал, что я плохо работаю, или я как-то по-другому себя веду. В Вашингтон, люди, послы, в некоторых странах уже даже осенью, говорили, Виктор, держись. Мы понимаем, это все договоры, которые происходят неизвестно откуда. Потому что официально нет. Все кулуарно. Все кулуарно. То есть... Indeed, radical changes of opinions toward Shokin have been observed. Thus, before calling loudly and clearly for his departure, the Ukrainian deputy Sergei Lashenko assured that he was the best prosecutor general that Ukraine had known for 20 years. Thus, between February and November 2015, Виктор Шокин will meet successively, the ambassador of the United States with whom he defines the fight against corruption as a priority, the German ambassador who supported the idea of creating a special anti-corruption prosecutor's office, which Шокин did, the Hungarian ambassador, the head of the European Commission representation in Ukraine, the ambassador and the attorney general of the Netherlands, the British ambassador, the deputy secretary of state who congratulates him on the reforms that have been undertaken, the Swiss state secretary for foreign affairs, again, the head of the European Commission representation in Ukraine, the American ambassador who once expressed his willingness to work with Shokin to make his office a leader in the fight against corruption, the members of the Belgian federal prosecutor's office, and finally, the prosecutor general of Latvia, in order to intensify their cooperation in the fight against corruption. Если бы это все было, вот как сейчас представляют Байден и другие политики, некоторые политики, то сказали бы все во мне, сказали бы формально, с трибуны Верховной Рады, либо с массовой информацией, привели бы какие-то примеры моей деятельности коррупционной, либо моей плохой работы. Если вы можете проверить, это очень просто. Моя работа есть год, полностью год был на сайте Генеральной прокуратуры. Она освещалась в СМИ. И все показатели моей работы за этот год намного превышали все предыдущие генеральные прокуроры. Это легко проверить, потому что это объективная цифра. Больше того, я говорил, что я писал письмо в Россию США и получил ответ через госпожу Нуланд. И вот видите, была очень положительная цель на это. Она сказала, что текущая реформа наша. Наша офиса, офис Огентин прокуратуры, очень положительная. И она позволит нам расследовать и преследовать в судебном порядке коррупции и другие преступления эффективным и прозрачным образом. То есть, повторяю еще раз, до момента, когда господин Джо Байден не начал меня преследовать и давить на президента Порошенко в моем снятии. Вы понимаете, мне вообще кажется, многое странное в отношении того периода времени президентства Обамы по отношению к Украине. На мой взгляд, они расценили Украину как свою вотчину. Господин Байден унизил, унизил президента, унизил Украину, показал своему миру, насколько он хозяин в Украине. На мой взгляд, человек, который на сегодня не имеет права ни морального, ни иного, не просто баллотироваться в президенты и возглавить США от самого депутат в общественном мире, а вообще-то думать об этом. Человек, который оскорбил мою мать, обозвал ее броню инцезурной, вы знаете, как он вырос сам, и он оскорбил не только меня, он оскорбил всех матерей мира. И даже свою мать его оскорбил. Теперь мать родила. И обозвать мать, ну, это, я считаю, недостойно. Selon вы, jusqu'à quel point Joe Biden сетт-il ingерой в Украине? Этите вы, parfois, депендант от лавала американского? Ну, во времена, сказать, президентство Обамы, так оно и было, на мой взгляд. Это было ярко, проявлялось во всех сферах деятельности. Все назначения согласовывались с американской стороной, с Байденом, в частности. Все назначения. Начиная даже от заместителя генерального прокурора. Это я знаю совершенно точно. Я ему желаю удачи. и я думаю, что ему очень нужна удача, потому что ему и всей его семье. Потому что, на мой взгляд, его моральное качество, моральное качество как человека на очень низком уровне. и для того, для того, чтобы жить нормально ему дальше, в Америке, в другой стране, его, ее семье, нужна удача. Потому что, если будут действия по закону, будут действия по закону в Украине и в Америке в отношении господина Джо Байдена, то вполне вероятно, что он будет привлечен к уголовной ответственности и будет отвечать за свои дела.